Приветствую, друзья! Для начала хочу поблагодарить всех вас и пожать каждому отдельно руку за то, что ставите лайки, комментируете мои ролики и поддерживаете меня. Сегодня я познакомлю вас с Олегом Хапаевым. Это легендарный спортсмен, по моему мнению, который сам болеет коксартрозом, а в данный момент он лечит таких же больных, как и он сам, с помощью спорта. Не забывайте, что ваша активность мотивирует меня работать еще больше и делать для вас более качественные ролики. Приятного просмотра, друзья! Олег Юрьевич, со скольки лет вы сами начали заниматься спортом? Сейчас, если я скажу с 13-ти, кто-то подумает поздно, а если я скажу с 5-ти, кто-то подумает врет. Начало жизни у нас вообще, ну, мальчиков это точно, да, я сам себе знающий. Что, как мы родились, мы так и начали спортом заниматься. Потому что умение ходить на ногах, это спорт. Умение ползать на руках мечты, это все спорт. Где-то в 6-7 лет меня отдали на гимнастику, потому что на гимнастику отдавали правильный возраст. Что посоветуете тем людям, которые хотят заняться спортом, чтобы укрепить свое здоровье, сделать тело красивым? С чего начать, чтобы, наоборот, не заработать какие-то болезни и не улучшить свое состояние? Сложно, сложно. Вот сейчас уже в 55-м не будет, в мае месяце. Уже в 55-м хочется предостеречь всех подростков, зрелых спортсменов. От некоторой такой амбициозности, от некоторого тщеславия, которое мучает всех молодых людей, подталкивает, стимулирует до достижения этого результата. И в то же время, опять и эта амбициозность полученная, она в какой-то степени ломает физическое. Я, поскольку занимаюсь оздоровлением людей, уже нахожу способы как-то исправить то, что наломано за мной, гипло. Конечно, мне бы хотелось предостеречь молодых людей, что спортом надо заниматься аккуратно. Аккуратно, если это будет понятно. То есть надо многое знать, чтобы заниматься своим любимым видом спорта. Читая литературу, даже по себе знаю. Одно и то же упражнение в разных группах, называется, по-разному, то есть как его правильно делать и как в этой ситуации. Вот как найти полезное зерно в чем-то, да, ну тут бесполезно давать советы, потому что каждый выбирает по своему психотипу. То есть как он, ну как он живет, какие у него эмоции там, по симпатии. Вот он там обратился к одному в сперку. Мы знаем, что мировой величиной является, например, Шварценеггер. И все, что сказал Шварценеггер, а может он этого не говорил, все, значит, идет от этих бицепсов, от этой улыбки широкой. Кто-то болен Брюсом Ли, там еще с тех времен, я думал, что тема Брюса Ли как-то отмерла после 90-х годов. Сейчас я вижу, что Брюс Ли, у него второе рождение, он становится более мистической личностью, более такой культ Брюса Ли сейчас опять возрождается. То есть более популярнее, чем было при жизни. Да, да, чем при жизни или так было после смерти, допустим, когда мы там занимались еще, смотрели эти боевики, теперь все идет тоже. Все идет всегда по кругу, поэтому как выбрать, на что отмениться, это всегда дело интуиции, я бы так сказал. А вот застав спортивной школы советского выгоняете, спортивной школы, которая существует сейчас, в чем разница, отличие? Да, вот это я прямо хочу какую-то брошюровую книгу по этому написать. В советской школе же тренера были заинтересованы, чтобы каждый приходящий к ним был талантлив. То есть если он не талантлив, на него нет времени и места с ним заниматься. Поэтому если тренер, профессионал, ему нужны таланты для того, чтобы они стали настырами спорта, тренер дал прибавку к зарплате по слабой. И если он выведет его на Олимпийские игры, то, естественно, он получит в машине квартиру, так же, как и мой подопечный. Поэтому там была прямая заинтересованность. И просто в секции заниматься, ну, будем так говорить, вот человеку неприспособленному, ну, например, я вот начинал с гимнастики, мне сказали, вот моим родителям сказали, вот после двух, там, трех лет тренировок, что у него по конституции тяжелая задница, и у него не получится, ну, продвигаться вперед, то есть он в следующую возрастную группу не пройдет, с него не получится хорошего гимнастики. А сейчас ты платишь деньги в эту секцию, да? И ты будешь платить деньги, и если ты даже абсолютно бесталантный человек, там, все равно тренер будет тобой заниматься. С одной стороны, в этом есть какой-то плюс, с другой стороны, человек, который за деньги занимается, он думает, что он исключительно талантливый, и что с него получится, там, какой-то боец, какой-то, там, профессионал. А на самом деле ничего не происходит. Советская школа, вот, воспитание, она, конечно, была более стабильна, более жесткая. Дети плакали, уходили из секций. А сегодня коммерческие группы, которые готовы тренировать за деньги всех подряд, ну, и в этом, наверное, тоже есть какие-то свои плюсы. Поскольку я сам болен фоксоакрозом уже порядка пяти лет, это заболевание мне открыло дорогу в каком-то познании, то есть я начал узнавать, как бороться с ним, потому что не то, что врачам веры нет, но просто человек, который не болеет суставным заболеванием, даже если у него будут три образования, у нас, в России, да и вообще сейчас, судя по мнению подписчиков, даже за границей, там, со мной списываются, с Израиля, Америки, с Новой Зеландии, со всех точек мира нет ответа на вопрос, как лечить суставные заболевания. Предлагают дорогие уколы, предлагают массажи, все, что угодно предлагают. Это где-то помогает временно, и потом все равно суставные болезни, это как бы уже на всю жизнь. И чтобы продлить свою жизнь более продуктивно, ее сделать с этим заболеванием, вот я нашел какой-то способ, мой опыт подсказал, как это все сделать. В общем-то, я таким способом помогаю людям, и делаю передачи там в Ютубе, в свои каналы, и во всех соцсетях, я занимаюсь такой деятельностью. И тренирую, конечно, людей, с учетом того, чтобы у них как можно дальше отодвинуть вот этот момент заболевания именно суставов. Не могу на ботинку нагреться, не могу на ногу поднять, шнурок завязать, но для того, чтобы белье снять с себя. И обращаешь внимание, что у тебя по-другому плечу очень надо висеть. Вот, смотри на себя. Вот сейчас ты выпрямила ровную макару. Вот теперь, с сегодняшнего дня, всегда сними. Где бы ты ни вылилась, сними за своей головой, чтобы она была ровная. Потому что малейшие перекосы, это из-за того, что у тебя в тазобеде на суставе идут болезни, таз немножечко перекошен. Естественно, спина немножечко идет тоже в перекосы, поэтому у тебя плечо немножко опускается. Ну, ты понимаешь, позвоночный листок у нас ровный, да, вот он стоит по плечам. Если ты вот так плечу делаешь, соответственно, у нас уже, позвоночный, есть скальрозный листок, да, что компенсация была такая. Вот и додица, вот она вот мягкая сейчас. Напредай ее своим сознанием, чего угодно. Напредай. Включай, да, 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 вот. Видишь, а почему она не напрягалась до этого? Потому что у тебя напрягалась, ну, придался, ну, если что, она компенсировала работу и для личной мышцы. Запоминай, это мышцы стерилизаторы, это твой баланс. Значит, мне не показалось, потому что, да, я заметила, что даже если я с магазина, сумки несу, не леночек. Все, видишь, я не обманываю тебя. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...